Есть некоторые профессии в культурной среде, о которых обывателю известно мало. Одной из них является балет. Приоткрыть завесу в этот мир решила наша творческая группа. Мы отправились прямо за кулисы Чувашского государственного театра оперы и балета. В балете царит постоянная вражда. Нередко в панте подсыпаются стекла, рвут балетные пачки и всячески пакостят. Так ли это? В преддверии дня работнику культуры национальной телевидении Чувашии решила развеять все мифы о балете. Знаменитое Лебединое озеро, прославленные имена артистов балета, новые звезды. Большинство почитателей этого вида искусства знают и помнят Плесецкую, Семенову, Волочкову и Цискоридзе. Интерес к этому виду искусства подхлестнул не так давно вышедший фильм «Черный лебедь». В нем, как и в жизни, немало мифов. И, пожалуй, самый популярный – это жесткая диета, на которой сидит практически каждая балерина. Ходят слухи все, что все девушки в балете сидят на очень жесткой диете. И даже некоторые страдают анорексией. Правда ли это? Очень редко такое встречается сейчас. Понятное дело, я ограничиваю себя. Ну, излишне сладкое, излишне молочное не ем. Но так особо нет. Этой точке зрения придерживается и художественный руководитель балета. Это миф о том, что балерины не едят. Балерины едят много, поскольку они и теряют очень много. И можно за спектакль потерять до килограмма-полутора веса, в зависимости от того, какой по сложности был спектакль. Естественно, кушать хочется. И очень многие им прицарию распространенные среди них заблуждения, что если вы едете на гастроли, то вам особо, наверное, кормить вас не надо. Я говорю, нет, нас кормить надо. И надо кормить не как обычных людей, а больше. Потому что едят балерины, как все. В балет приходят в детском возрасте. Поэтому еще один миф – жесткий диктат родителей. Ведь в 10 лет ребенок не может сделать осознанный выбор. Однако время показывает, что никто из артистов о своем выборе не жалеет. У меня было счастливое детство. Ну, уходит детство, потому что не в ту сторону. Уже с детства начинаешь работать. Ты не можешь гулять там, куда хочешь ходить, отдыхать. Это хорошо, я думаю. Это вырабатывает сила воли уже с детства у детей. Красота и грация требуют многочасовых, ежедневных тренировок до 27-го пота и полного изнеможения. Ведь хочется стать лучшим в любимом деле. Такие, по сути, обычные человеческие качества, как зависть, склонность к сплетням и интригам, по слухам в балете особенно ярко выражены. Как оказалось, это тоже миф. У нас в театре нет такого. У нас очень хороший дружный коллектив. Стекла и всего остального у нас нет. Все дружно живут, друг другу помогают. В тяжелых случаях, когда травма, что-то еще, нам помогают. Мази дают, бинты сейчас берем. Ну, помогают по всем. Атласные туфельки-пуанты – важнейший рабочий инструмент балерины. За один спектакль солистка иногда меняет их по три раза. Так, например, звезда дореволюционного Мариинского театра Ольга Списивцева на репетициях и выступлениях станцовывала за сезон по 2000 пар. Эти внешне безобидные туфельки обыватели тоже считают настоящим пыточным инструментом. Так ли это? Обувь, которая была раньше, она действительно очень портила ноги, ногти и пальцы. А обувь, которая сейчас производится, она не так портит ноги. Раньше делали из гипса, а сейчас из пластика делается. И она сама по себе мягче внутри обувь и удобнее. Так что все мифы развенчаны. И если балет – ваш любимый вид искусства, то в очередной раз прикоснуться к прекрасному вы сможете, побывав на 19-м международном балетном фестивале. Он пройдет в столице Чувашии с 22 по 26 апреля. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.